О самом наболевшем дорогах и транспорте говорят участники дебатов. Это встреча кандидатов, принимающих участие в праймере с Единой Россией. Важный и обязательный этап предварительного голосования, которое состоится 22 мая. В Щелковском районе, как и по всей Московской области, дебаты стартовали 2 апреля. Темой очередного мероприятия стало развитие транспортной инфраструктуры и дорожное строительство. Участие принимали как опытные политики, работающие в регионе не один год, так и начинающие. Тон дискуссии задавали вопросы местных жителей. В рамках дебатов затронули как локальные проблемы муниципалитета, так и глобальные транспортные проекты, которые важны для всего региона. Основная проблема строительства дублера Щелковского шоссе долгое время заключалась в 4 километрах дороги, которые должны были пройти через 36 гектаров парка Лосиный остров. С нашими федеральными коллегами в Министерстве экологии Российской Федерации достигнуто соглашение. Вот эти 4 километра мы компенсируем передачей состава национального парка Лосиный остров порядка 200 гектаров, передаваемого нам так называемым Монинское лесничество, то есть из Министерства обороны территории леса. Решение достигнуто. И сейчас идет уже техническая работа. Владимир Шапкин более 4 лет отработал в качестве депутата Московской областной думы и считает, что вникать в проблемы муниципалитетов надо досконально, решать их комплексно. Так, отмечая необходимость строительства дублера Щелковки, он подчеркивает, развивать дорожно-транспортную инфраструктуру важно в первую очередь для становления экономики, что называется, на местах, появления новых производств и, соответственно, рабочих мест для жителей. Не построим мы эффективного производства, не пойдет бизнес на ту территорию, где нет транспортной доступности. Не получим мы комфортные условия проживания людей, если не создадим действительно хорошую доступность в населенные пункты. Озвучили на дебатах также и такие локальные проблемы, как качество ремонта дорожного покрытия, развитие общественного транспорта и пешеходных зон. Дебаты, подготовительный этап на пути к предварительному голосованию, который состоится 22 мая. И жители и сами кандидаты отметили, что такие встречи помогают не только наладить открытый диалог, но и получить объемную картину проблематики муниципалитета. От сама атмосфера позволила высказаться по очень важным вопросам, особенно в дорожной сфере. Это на сегодня ощутимая такая составляющая нашего дальнейшего развития, без которой просто двигаться дальше никак нельзя. И вопросы, которые прозвучали сегодня, они были очень, я бы сказал, разноплановые. Начиная от местного уровня, они касались в целом и технологий строительства и ремонта дорог, и в целом развития московского региона. Поэтому в этом смысле, на мой взгляд, эта встреча была очень интересной, плодотворной. Я для себя тоже вынес несколько полезных моментов. И, в общем-то, с интересом узнаю, наверное, более подробно о тех проблемах, которые были озвучены сегодня. Я считаю, что дебаты прошли очень плодотворно. Кандидаты познакомились со своим будущим электоратом. В принципе, на вопросы отвечали очень хорошо, грамотно, очень эффективно, мне кажется, это все. Я думаю, что надо продолжать эту работу. Эта встреча не станет последней в Щелковском районе. Дебаты продолжатся в течение апреля. Александра Гранич, Михаил Черепанов, телерадиокомпания «Щелково».